В картины галереи начала работу новая выставка пейзажа. В экспозиции представлены работы ивановских художников. Все картины, а их 23 – из фондовой коллекции. В основном это дары ивановских художников, которые открывали в галерее свои персональные выставки. Часть работ получена в дар после регионального пленера Середа Емская. На выставке представлены лучшие произведения коллекции. Работы народного художника России Михаила Агеева, четырёх заслуженных художников России – Василия Емезера, Бориса Павлова, Александра Климохина и Александра Каверина. Надо отметить, что один из участников выставки Андрей Фёдоров в эти дни отмечает своё 60-летие. Музейщики выбрали тему пейзажа, потому что она наиболее любима многими художниками. Соответственно, работ пейзажного жанра много и в фондах. Все, наверное, знают, что такое пейзаж. Это жанр изобразительного искусства, в котором главным действующим лицом картины является природа. В некоторых пейзажах могут появляться люди и животные, но их роль второстепенна. Пейзажная живопись – это жанр молодой. В качестве самостоятельного жанра он оформился только в XV веке, а наибольшего развития получил уже в XVIII. Пейзаж делится на городской и сельский, кроме того, на зимний, летний, весенний, осенний. Главной задачей любого художника-пейзажиста является не просто точное и правильное отображение окружающей действительности, но в данном случае природы, но и передача ее состояния на тот момент времени, когда художник эту природу изображает. И, конечно же, художник в каждой работе должен выразить свое отношение к тому или иному пейзажу. Есть такое название – лирический пейзаж, его еще называют пейзажем настроения. Потому что, наверное, художник при его написании передает очень часто свои эмоции, по крайней мере, он должен это делать. Это и радость, и грусть, и восхищение, и меланхолию. И большую часть присутствующих на этой выставке пейзажей я бы, наверное, назвала лирическими. В этой связи творчество народного художника России Михаила Сергеевича Агеева многие искусствоведы называют сердечным творчеством, так как оно очень эмоционально воздействует на зрителя. Михаил Сергеевич Агеев – признанный мастер пейзажа, его называют основателем Ивановской пейзажной живописи. Живописная техника у него очень выразительная, свет и воздух буквально заполняют все пространство картины. В фондах картинной галереи есть небольшая работа Михаила Сергеевича Агеева, которая называется «Март». На ней изображено любимое время года Михаила Сергеевича – это весна. Весна – это время пробуждения природы, время, когда солнце очень ярко светит, освещая все пространство вокруг, заполняя собой все пространство картины. И вот как раз это очень хорошо отображено на данном произведении. Михаил Сергеевич очень любил приезжать в Фурманов, он несколько раз был у нас в картинной галерее, открывал свои персональные выставки и, соответственно, дарил нам свои живописные произведения. Вот три живописные работы, три пейзажа народного художника России Михаила Агеева сейчас в настоящий момент хранятся в фондах Фурмановской картинной галереи, два из которых представлены на этой выставке. Среди заслуженных художников России, работы которых представлены на нашей новой выставке, мне бы хотелось отметить работу заслуженного художника России Василия Мезера. Василий Васильевич, активную свою творческую и выставочную деятельность, очень совмещал с научной и педагогической. Он одно время был директором Иванского художественного училища имени Марка Малютина, преподавал в политехническом институте, был доцентом, но творчеством он всегда занимался и вел очень активную выставочную деятельность. Работал в разных жанрах, ну вообще мезер-портретист, автор исторических полотен, но пейзаж тоже был очень близок к его сердцу. Пейзажи Василия Мезера очень такие обобщенно выразительные, они тяготеют к широте, к масштабности. Василий Васильевич открывал персональную выставку в нашей картинной галерее несколько лет назад и по ее окончании подарил картинной галереи, фонды картинной галереи Митрубникова свою работу, вот она здесь представлена, которая называется осень. И как раз вот эта панорамность и масштабность его творчества в этой работе очень хорошо и ярко представлена. Александр Климохин еще один очень известный иванский художник, заслуженный художник России. Его очень часто искусствоведы называют виртуозным художником, работает он в разных техниках, и манера у него очень узнаваемая. Ну хочу отметить, что Александр Витальевич был неоднократным участником нашего регионального пленера Середа Ямская. И по итогам четвертого регионального пленера Середа Ямская художник стал лауреатом премии имени Дмитрия Алексеевича Трубникова в номинации «Лучший художник-пейзажист». Кроме того, в нашей галерее неоднократно проходили его персональные выставки. Мы, конечно же, надеемся на дальнейшее сотрудничество творческое и надеемся, что наша творческая дружба будет продолжена. На выставке представлена одна из его работ, которая была написана во время пленера Середа Ямская. Одним из самых известных иванских художников в настоящее время считает Александр Каверина. Он тоже заслуженный художник России. Для Каверина характерна максимальная выразительность, обобщенные формы, пластическое пространство. Художник очень любит плотную живопись, манера у него подвижная, но предельно масляная, с густым мазком, осмысленно положенным на холст. Очень многие наши посетители, посмотрев открытие выставки или просто какую-то видеокскурсию по телевидению, считают, что они уже все увидели, и приходить к нам на выставку нет никакого смысла. Но уверяю вас, что посещение любой выставки вживую – это гораздо интереснее, нежели чем вы посмотрите ее по телевидению. Пожалуйста, я приглашаю вас на эту выставку. На ней представлено творчество очень многих ивановских художников. Помимо народных и заслуженных, здесь представлено творчество художников, которые не имеют таких высоких званий, но их творчество известно далеко за пределами нашей Ивановской области. И уверяю вас, вам будет очень интересно посмотреть их работы. Наша картинная галерея работает каждый день, кроме вторника, с 10 до 17 часов. Мы ждем вас, наших посетителей. Вы можете предварительно записаться по телефону 2.30.30 и прийти посмотреть эту выставку. Тем более, что выставка из фондов картинной галереи «Пейзажная живопись. Творчество иванских художников» будет работать не совсем, будет работать не продолжительное время, всего две недели. Пожалуйста, приходите, мы ждем вас к нам в нашу картинную галерею.